Клубок, уважаемые коллеги, я предлагаю нам с вами совершить некоторое историко-диагностическое путешествие. И начнем мы с далекого, на теперешний день уже 1971 года, когда была представлена первая классификация стадирования ЛИФОМ по Энербор. Я думаю, что сегодня эта классификация уже звучала, и в основе ее лежала классификация, использованная при лучевой терапии, при определении полей облучения. Однако, эта ситуация достаточно сильно изменилась с появлением в рутинной практике такого метода диагностики, как компьютерная томография, и произошел некий переворот. И уже в 1989 году, практически спустя 20 лет, появилась модификация этой системы Энербор-Косволдс, которая позволила стадировать лимфомы на 4 стадии, в зависимости от поражения различных групп лимфоузлов. Либо поражения одной зоны, поражения двух и более зоны лимфатических узлов по одну сторону диафрагмы, что характерно для второй стадии. Третья стадия поражения лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы, локализованное поражение одного сегмента экстралифатического органа или тканей, или его региональных узлов. Но при четвертой стадии тоже диссеминированная форма поражения. И все было достаточно неплохо в какой-то период времени. Если мы сузимся немножко и сконцентрируемся на проведении самой компьютерной томографии, то что нужно сказать про этот метод? На сегодняшний день этот метод крайне широко доступен. Он быстро при своей реализации, относительно обладает невысокой стоимостью и доказанно влияет на тактику и прогноз заболевания. Что же нужно исследовать? От шеи до таза. Шея, грудь, живот, таз – это тот стандарт компьютерной томографии, который должен быть использован на сегодняшний день. Не сканирование отдельно брюшной полости или только грудной клетки, где мы знаем, например, у пациента локализовалось заболевание только от шеи и до таза. Это дология. Толщина среза 1,3 мм. Обязательно внутривенное контрастирование. И также может применяться пероральное контрастирование, которое не является облигатным. Мы все знаем, как выглядят нормальные лимфоузлы при компьютерной томографии. Это и бобовидная форма, и четкий контур, жировые ворота, однородная структура коркового слоя. И знаем примерно их нормальные размеры, которые могут варьироваться в зависимости от локализации. На шее это одни величины, для паховых лимфоузлов другие величины. Но тем не менее, если мы сосредоточимся, что же является критерием пораженного лимфоузла, то увидим, что для компьютерной томографии это критерий достаточно размытый. И самый надежный параметр измерения короткой оси лимфоузла больше 10 мм. В то же время, самые морфологические особенности этого лимфоузла и накопление контрастного препарата не специфичны. И, как правило, эти лимфоузлы с однородными структурами, каткальной плотности, не характерны некрозы, не характерны кальцинаты до лечения. Но если мы видим большое новообразование, особенно, как правило, расположенное либо в средостении, либо в брюшной полости, это называется полкидизиз. Но если мы обратимся к цифрам информативности, как раз в предыдущем докладчике я спрашивал, почему такие достаточно высокие цифры при УЗИ мы наблюдаем, то при компьютерной томографии они значимо ниже. Если мы говорим про поражение лимфоузлов, то это чувствительность 88-90%, а специфичность и того ниже, 77-90%, а про органы и того хуже, чувствительность 50%, специфичность 90%. И причина относительно низкой информативности – это большое число ложных и отрицательных результатов при поражении лимфоузлов мелких и при поражении органов. В 1999 году вышли критерии Международной рабочей группы по определению ответа на терапию, основанной на данных компьютерной томографии. И там, в частности, фигурировала такая категория, как полная ремиссия неподтвержденная, которая определенную путаницу вносила. О чем идет речь? О том, что при проведении лечения конгломерат или там лимфоузел может уменьшиться не сильно, и очень сложно понять, то ли есть ремиссия, то ли нет. Как относиться к этой ситуации, было непонятно. Но прогресс не стоит на месте, и кроме компьютерной томографии, со временем появились и более совершенные технологии, которые нам позволили продвинуться по оценке ответа на проводимое лечение при поражении лимфоуми. Это появление позитронно-эмиссионной томографии, в частности, и совмещение с компьютерной томографией для лучшей локализации патологического процесса. В 2007 году вышли критерии Международного проекта по гармонизации, которые определяли, как проводить оценку опухолевого ответа при терапии лимфоум с использованием позитронно-эмиссионной томографии. Однако, если мы обратимся к этим критериям, то увидим, что там ПЭТ-КТ определено как положительное значение метаболической активности, определено как накопление радиофармпрепарата вместе несовместимым с нормальной анатомией или физиологией. Однако пороги этого накопления, они там не указаны. И в этот же период ПЭТ-КТ была включена в клинические критерии оценки ответа на лечение. Что нужно сказать на сегодняшний день по позитронно-эмиссионной томографии? Во-первых, что всегда рекомендуется исходное сканирование перед началом лечения, чтобы впоследствии можно было оценить эффект. Информативность и технология достаточно высокая, чувствительность достигает 94%, специфично 100% при поражении лимфоузлов, при органо-поражении те же самые значения информативности, и, собственно говоря, тоже характерны и для костного мозга. Давайте так немножко посмотрим на картинки, попробуем поразбираться. Вот поражение лимфоузлов на первых двух изображениях. Множество увеличенных внутригрудных, подмышечных лимфоузлов, и соответствующее отображение этих данных на позитронно-эмиссионной томографии. Красным здесь подкрашивается зона с самой высокой метаболической активностью. Стоп, вернусь назад. И масса в средостении, то, что называется балкинезис, большое новообразование в средостении, и, соответственно, ему высокая метаболическая активность. Органные поражения. Лимфоузлов может поразить совершенно любой орган, поэтому мы должны быть готовы, что где бы то ни было, что все, чтобы мы не столкнулись, мы должны держать в голове и данный вид патологии. Ну, здесь представлены поражения селезенки на компьютерной томографии, соответствующее изображение на ПЭТ-КТ, поражение легкого, кости. Поражение почек. Здесь некоторая сложность бывает в интерпретации, потому что сама моча выводит метаболиты глюкозы, и, соответственно, та высокая метаболическая активность, которая видна в чашечной лохалочной системе, иногда может нам затруднять определение органного поражения почки при лимфоме. Здесь поражение головки поджелудочной железы представлено на среднем слайде и на крайнем поражение желудка. В 2009 году были предложены так называемые критерии ДАВИЛЬ. Если до этого оценка происходила по каким-то абсолютным значениям захвата радиофармпрепарата, то здесь была попытка каким-то образом распределить выраженность этой метаболической активности. За 1 балл принято накопление, когда накопление радиофармпрепарата в лимфатическом узле или области поражения отсутствует. 2 балла накопления крайне низкое, когда оно ниже, чем в средостине. То есть в дуге аорты, как правило, берется за пороговое значение. 3 балла – это накопление препарата в резидуальном вазе выше, чем в средостине, но ниже, чем в печени. 4 балла незначительно выше, умеренно выше, чем в печени, 5 была в значительно выше, чем в паренхеме печени накопления. Вот как же определить, собственно говоря, эти показатели. Представлена позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, определенное значение метаболической активности в печени, в пуле крови в средостении и далее определяется в соответствующих изменениях, которые обнаружены при КТ. В частности, здесь мы видим то, что красно-закрашенное определенного значения, оно значительно превосходит соответствующие показатели в печени. Это селезенка, также с высокой метаболической активностью, однако мы видим, что выраженность, степень насыщенности красным здесь намного ниже, чем в органном поражении в желудке. Здесь активность не такая высокая, но тем не менее превосходит соответствующее значение активности в печени. И вот здесь в лимфоузлах, в паховых лимфоузлах, ниже чем в печени и ниже чем в средостении. Соответственно, Это двойка, это пятерка, это четверка, и здесь просто для примера поставлен участок определения на жировую ткань, метаболизм отсутствует, это единица. В 2014 году опубликована классификация Лугана. Цель ее состояла в том, чтобы упростить и стандартизировать оценку опухолевого ответа по данной лучевой диагностике. Что же включила в себя эта классификация? Это проведение позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. И если сама компьютерная томографическая часть выполнялась без внутривенного контрастирования, то ПЭТ-КТ должна дополняться и проведением компьютерной томографии с внутривенным контрастированием. То есть глобально мы имеем перед собой два метода. ПЭТ-КТ, если вдруг КТ без контраста, и плюс компьютерная томография с внутривенным контрастированием. Если же ПЭТ-КТ без контраста, то этого все-таки недостаточно. Именно поэтому мы сталкиваемся с тем, что когда, в частности, в нашей стране часто ПТКТ выполняется без ее содержащего контраста, то тогда подобное исследование нужно все-таки дополнять выполнением компьютерной томографии с контрастом. Это важно. Что измерять при компьютерной томографии по критериям Лугана? Лимфатические узлы, которые больше 15 мм по длиной оси, больше 10 мм по короткой. Экстрадальные очаги поражений больше 10 мм. Как правило, для контроля выбирают 6 наиболее крупных образований, определяют сумму произведений перпендикулярных диаметров и смотрят на селезенку, увеличенный вертикальный размер больше 13. Именно это пороговое значение определяет увеличение как спленомегалию. Какие неизмеримые очаги? Очаги меньше 10 мм по сирозным оболочкам, афузия в сирозной полости, лептаминингиальное поражение, лимфогенный карциноматоз, костные очаги, очагистские стозные некоррактические структуры. Что измеряется при позиторно-эмиссионной томографии? Мы с вами проговорили. Это определение метаболической активности и распределение ее в соответствии со шкалой ДВИЛ. Какие же критерии ответа на лечение по данным компьютерной томографии? Полный ответ – это лимфатические вызлы меньше порогового значения, то есть 15 мм, или исчезновение экстралимфатических очагов поражения. Чистический ответ – отсутствие прогрессирования и уменьшение суммы произведений перпендикулярных диаметров больше, чем на 50%. Стабилизация, отсутствие прогрессирования и уменьшение суммы произведений меньше, чем на 50%. А прогрессирование – это различные варианты увеличения тех или иных проявлений лимфомы. Увеличение длинного диаметра лимфового зла больше 15 мм, сумма диаметра более, чем на 50%. Увеличение максимального или минимального диаметра на 5 мм при поражении лимфового зла меньше 20 мм и на 10 мм при более крупных очагах поражения. Появление сприномегалии или те или иные объемы и увеличения в зависимости от первоначального размера селезенки. Появление новых или увеличения ранее выявляемых неизмеримых очагов. Повторное появление прогрессировавших очагов. Появление нового экстрандального очага более сантиметра или новый лимфатический узел больше 15 мм в любую оси. Это мы поговорили про компьютерную томографию. Теперь несколько слов про ПЭТ-КТ. Полный метаболический ответ или полный ответ – это значение, соответствующее 1-3 балла по шкале ДВИЛЬ или любой размер очагов при этом по данным компьютерной томографии. Частичный ответ – 4 балла по ДВИЛЬ снижение метаболической активности относительно исходного уровня и нет увеличения по данным КТ. Стабилизация 4-5 баллов по ДВИЛЬ и метаболическая активность существенно не изменилась. И прогрессирование – это высокие цифры метаболической активности 4-5 баллов по ДВИЛЬ и повышение активности относительно исходного уровня или появление нового метаболически активного очага. Попробуем немножко посмотреть на томограммы. Представлены исследования пациента. Диффузная крупноклеточная и баклеточная лимфома. Видно органное поражение, метаболически активные очаги в легких и поражение лимфоузлов подмышки и внутригрудные лимфоузлы. После проведенного лечения мы не видим соответствующих изменений ни в легких, ни лимфоузлы меньше пороговых значений и отсутствие метаболизма. Что это? Ну, соответственно, полный ответ. Еще один пример – лимфома Ходжкина. Этот пример мы с вами смотрели уже в начале, когда при проведении терапии мы видим совершенно незначительное уменьшение конгломерата отключительных лимфоузлов. Однако, если мы обратимся к соответствующим показателям позиторонно-эмиссионной томографии, то увидим, что метаболизм практически отсутствует. То есть, это стабилизация по данным компьютерной томографии, но при этом полный метаболический ответ по данным ПТКТ. Еще одно наблюдение – новообразование средостения с высокометаболической активностью. После проведенного лечения выраженная редукция новообразования, однако метаболическая активность сохраняется. Здесь 4 балла подавили. И частичный ответ по данным компьютерной томографии, и частичный метаболический ответ по данным ПТКТ. Не все так просто бывает, да? Какие-то нюансы все-таки нужно держать в голове. Какие? К примеру, вот поражение костного мозга при лимфоме. Видно, что очаги высокой метаболической активности в некоторых позвонках. Здесь 4, наверное, поясничный позвонок и крестце. При проведении терапии отсутствие метаболизма и вполне полный ответ. Однако, что не бывает нередко характерно для лимфомы Ходжкина, уже перед проведением исследований, видно, такая относительно невысокая, на 4 балла, метаболическая активность в костном мозге. Это характерные изменения для лимфомы Ходжкина, и они не говорят о поражении костного мозга заболеванием. Однако, после проведения лечения, когда отмечается общий ответ на терапию, метаболическая активность подобная уходит. Еще одно наблюдение. В дебюте заболевания метаболической активности в костях отсутствовало. Но, после проведения исследований, видим, что все кости горят тут у нас огнем, да, красным цветом. Высокая метаболическая активность, 5 баллов подавиль, казалось бы, прогрессирование заболевания. Но мы знаем, что если позиторонную эмиссионную томографию проводить не вовремя, а меньше месяца после завершения химиотерапии, то пролиферативная активность костного мозга высокая, что и отражает соответствующее значение метаболизма при проведении ПЭТ-КТ. Это не является прогрессированием, это является нормой, но просто мы сделали исследование не вовремя. Еще несколько примеров. Большое образование средостей, небалки с высокой метаболической активностью. Через некоторое время пациенту проводят лечение и получают полный ответ, как по данным компьютерной томографии, так и по данным ПЭТ-КТ, нет высокого метаболизма в переднем средостейне. Однако еще через полгода обнаруживается, что в переднем средостейне вдоль возникло новообразование, казалось бы, с относительно высокой метаболической активностью, 4 балла по шкале давиль, что это рецидив заболевания или норма. Мы смотрим на возраст, 28 лет, и знаем, что лифоидные органы, как и костный мозг пролиферации после проведенного лечения повышается, так и, возможно, некий такой же феномен мы наблюдаем и в других лимфатических органах, в частности в тимусе. Поэтому это не прогрессирование, это возобновление тимуса. Прошло еще 2 года, и мы видим, что возникла редукция этого органа, и уже он превышал нормальные свои морфологические анатомические параметры, соответствующие возрасту. Еще одно наблюдение. Пациентке проведено лечение по поводу лифомы Хошкина, однако при контрольно-позиторонной эмиссионной томографии вдруг обнаружены умеренно увеличенные внутригрудные лимфоузлы с высокой метаболической активностью. Оставлена пациентка по динамическому наблюдению, однако обнаруживаем, что через какое-то время метаболическая активность также высокая, появляются новые соответствующие лимфоузлы, все данные говорят о том, что возможны возобновления болезни. Однако у пациентки была выполнена видеоторакоскопия, лимфоузел забран на исследование, и получаем мы диагноз саркоидоз. После назначения специфического лечения отмечается редукция соответствующих лимфоузлов. То есть, несмотря на то, что мы видим высокую активность и увеличение, не каждое подобное проявление означает то, что мы столкнулись с лимфомой. Возможно, еще и другие заболевания, которые также сопровождаются подобными изменениями по данным позитивно-эмиссионной компьютерной томографии. Еще одно наблюдение. Это в дебюте заболевания были поражены у пациента шейные лимфоузлы и внутригрудные лимфоузлы, умеренно увеличенные, с высокой метаболической активностью. Проведено соответствующее лечение, достигнута ремиссия заболевания. Однако при динамическом наблюдении через два года пациент обращается на контрольное исследование, на котором обнаружены лимфоузлы с высокой метаболической активностью. Ну, что еще на себя обращает? Такая же высокая метаболическая активность в миндалинах. Что это? Рецидив заболевания или какая-то другая проблема? Мы оставляем пациента под наблюдение, так как решаем, что причиной этой высокой метаболической активности увеличения лимфоузлов является инфекция, и через какое-то время получаем как редукцию лимфоузлов, так и снижение метаболической активности в них. Опять же, не каждая высокая активность, не каждое увеличение лимфоузлов равно рецидив заболевания. Мы подведем, наверное, краткие итоги. Первое, что при определении опухоли ответа необходима одновременно анализ данных компьютерной томографии, позиторонно-эмиссионной томографии, о чем говорит классификация улогана на сегодняшний день. Мы теперь знаем, что возможно несоответствие ответа по данным этих двух методов, что приоритетность стоит отдавать радионуклидному методу, даже при невыраженной редукции новообразования лимфоузлов по данным компьютерной томографии. И теперь также знаем, что не всякое увеличение метаболической активности свидетельствует о прогрессировании или рецидиве заболевания. Возможно, другие состояния, сопровождающиеся этими изменениями. Спасибо большое. Продолжение следует...